Всем привет, дорогие друзья! Да, и из-за того, что вы набрали 19 просмотров на ролике про Тип-Д, я решил снять, ну, в принципе, у меня было в планах, снять новый видос, где мы будем кататься на ещё одном метропоезде Тип-Е. В общем, это вот такой поезд. Пока мы будем ехать до станции Некрасовка, если мы в прошлый раз ехали от Некрасовки до Нижегородской, то мы поедем в другую сторону, от Нижегородской до Некрасовки. И сегодня я для вас подготовил информацию. В общем, давайте посмотрим, что этот поезд из себя представляет. Кабина у него уже усовершенствованная, скоростимер он уже как-то посолиднее выглядит, да, и вольтметры, в принципе, это тоже нормально. Красивенько вот так вот там вот выглядит. Более, в общем, аккуратно сделано. Приборная панель уже не такая, как у Дэшки, но уже сравнительно лучше. 413-й кран у нас тут стоит. И вот такой уже контроллер стоит у нас тут. Также у нас есть торцевая дверь в конце вагона, в торце вагона, точнее, ну, как в конце имеется в виду. И тут у нас уже нет высоковольтного выключателя. Он у нас находится вот тут вот. Сейчас мы возьмем реверсивную руководку в руки. Значит, и сейчас мы давайте посмотрим салон. Вот так вот он более-менее красиво выглядит. Тут есть ящик для всяких электронных, не знаю, там, всякие схемы электронные, типа блок электричества какой-то, в общем. Значит, вот такой у нас красивенький ламповый салон. Сидушки, конечно, не самые лучшие, но хотя бы что-то. Снова у нас поезд без промежуточных вагонов, только вагон-кабина. Ну, как-то, в общем, так. Сегодня мы едем по 74-му маршруту до Некрасовки. Давайте уже приступим. Первое. Мы вставляем реверсивную рукоятку. Переводим ее в положение вперед. Вот так вот у нас получается. И далее мы ждем, значит, открываем краны напорной тяги тормозной магистрали, напорной тормозной и тормозной магистрали. Чтоб у нас быстрее накачивалось, ну, да. У нас отпустил тормозной цилиндр. В общем. Ну, и, в принципе, можем отправляться. Поскольку на стрелках у нас не более 45-35. Не знаю. Наверное, громко слишком звуки. Я сейчас сделаю потише. Так. Сделал вроде бы потише. В общем. Заезжаем на станцию Нижегородская. Думаю, всем знакома эта станция. И Тифон у него уже другой. Никак уже, да. Сегодня мы... Думаю, не обязательно нам будет останавливаться у Реек, потому что у нас вполне короткий состав. Так что, в принципе, можем остановиться тут. Так, значит, выключаем ВУД и нажимаем открытие правых дверей. Двери у нас открылись, пассажир заходит. Ну, и пока что мы сегодня будем... Если, когда мы ехали сюда, на Нижегородскую, у нас был сплошной подъем, то сейчас у нас будет сплошной спуск. Значит, закрываем двери. И поэтому мы... Нам, в принципе, особо газа давать не надо, будет много. Он вполне будет ехать сам. Ну, а сейчас немного истории. Значит, нумерация этого вагона у нас 81703, вагон типа Е. Он выпускался с 1963 по 1969 года. Вполне была достаточно массовая серия этих составов. Ну, и, в принципе, они буквально и в 2008 году сняли с Арбатско-Покровской линии. Если не в 2012-м. Я, если честно, не помню. Дальше. У нас он разрабатывался полностью в СССР. Так, тут у нас горки пошли. Всего их было выпущено 822 штуки. Ну, это именно составов. Значит, и у них было вполне такое расширенное семейство. Из типа Е появилось, значит, ЕМА-508, ЕМА-502. В общем, вот такой. Поезд у нас получился. Технические данные у него... Он может выдержать 750 вольт постоянного тока. А на этом рельсе у нас 850 вольт, если не ошибаюсь. Так, у нас Стахановская. Значит, вагонов у него всего было... Ну, их цепляли количеством вагонов от трех до восьми. Мы сейчас едем в трехвагонный. В трехвагонный у нас состав, на котором мы сейчас едем. Полная вместимость одного вагона 264 человека. Всего в вагоне, если так посчитать, вот, вот, куда сейчас пассажир заходит, там могут сидячих мест, могут 40 человек сесть, в общем. Длина вагона 19 метров, 16 сантиметров. Ширина 2 метра, 7 сантиметров. Ну, а высота 3 метра, 65 сантиметров. В общем, так. Масса вагона, один вагон весит 31 тонну 7 центнеров, ну, то есть килограмм. В общем, так. И, значит, он может, значит, максимум 90 километров гнать, лететь. Ну, а так-то, если подумать, обычная скорость использования, максимальная служебная, 80 километров. Есть у него электрическое ариостатное и пневматическое ариостатное торможение. И система у него торможения Вестинггауза. То есть колодочная. Если так подумать правильно. Ну, такие вагоны из СССР раньше, поскольку было все единое, то есть одна страна, Советский Союз, и был он распределен на разные республики. И в эти республики поставлялись тоже эти метровагоны. Например, как в Украину, в Грузию, в Азербайджан, в Киев, то есть туда, в Баку. Туда вот они все подставлялись. Такое расширенное производство. Мытищинский метрозавод сделал вот так вот. В общем, пока что мы едем. Следующая станция у нас Окская, по-моему. В общем, так. Да, Окская. Ну, а в принципе, в Табилисском метрополитене они в октябре 1967 года, вступил в строй пятый в СССР бакинский метрополитен, куда поступали мытищинские машиностроители и дали бакинцам первые 29 вагонов и запчасти к ним. В общем, вот такие добрые они были. Мытищинские метростроители. Ну, как метростроители, вагоностроители или что-то подобное. В общем, как-то так. И сейчас, пока мы будем ехать далее, до станции Косино. Ну, следующее, до Юго-Восточное. Косино, получается, Дмитриевского, Лухмановское и Некрасовка. Пока мы будем туда ехать, я расскажу про Некрасовскую линию. Отправляемся, тут у нас стрелки. И, так, ход 3 и поехали. Так, тут поворот опасненький. И спуск. Конечно, чтобы смотреть именно вот... Прямо, чтобы у тебя и лампы были видны хорошо, то тут у тебя спидометр не помещается. Из-за этого приходится иногда двигать мышкой, чтобы посмотреть, что где как. В общем, пока что едем. Некрасовская линия. Она была построена в 15-й по счёту в Московском метрополитене. И вначале она состояла из, получается... 1, 2, 3, 4... Из 4 станций. Это Некрасовка, Лухмановская, улица Дмитриевского и Косино. Косино имела единственную... Станция Косино имела единственную пересадку на Таганско-Краснопрестинскую линию. То есть фиолетовую. Которую по счёту седьмая. Значит, её протяжённость 6 километров, 900 метров. И первый участок открыли 3 июня 2019 года. Она полностью подземная. Связывает районы Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, Рязанский район, Нижегородский, Лефортово, Басманный и Соколина гора. Так, что-то я слишком как-то это разогнался. Тормозим. Вот, сейчас я вам покажу пример. Вот, смотрите. У нас давление в тормозном цилиндре сейчас одна атмосфера. То есть сработал первый вентиль. Я перевожу ручку в нейтраль. Вентиль у нас отпускает. Ну, то есть, да, тут это реализовано. Значит, закрываем дверь. Да, я сейчас записываю эту серию в 14.08. И это реальное время. Значит, отправляемся. Обслуживает эту линию Течея-Руденова. То есть, 20-е по счету в московском метрополитене. Туда идет служебный ССВ. То есть, ССВ расшифруется как служебная соединительная ветвь. Это ССВ ведет к станции Лухмановская, как я говорил в прошлом видеоролике. Так, что-то мы слишком разогнались. Надо тормозить, пока мы тут не перевернулись. Тут повороты идут. Значит, тут сейчас ходит 81-765 Москва. И 80... Ну, а сейчас там обновили чуть состав на 766 Москва-2. Если я не ошибаюсь, то 766 Москва-2 это Москва. Эмммм... Кассино. Переход на станцию Жу... Лермонтовский проспект. ТКЛ. То есть, Таганско-Краснопресненская линия. Вот, в принципе, как-то так. Тут есть пересадка на Арбатско-Покровскую линию. То есть, на Электрозаводскую. Ну, тут разработчики, как я опять же говорил в прошлой серии, они это не реализовали. На Таганско-Краснопресненскую линию с Кассино на Лермонтовский проспект. С Калининской линии, с авиамоторной... С авиамоторной Некрасовской линии на авиамоторную Калининской линии. И на Большую Кольцевую с Некрасовки на Нижегородскую идёт. Точнее, с Некрасовской линии на Нижегородскую идёт. С Московского Центрального Кольца, то есть МЦК, на Нижегородскую, то же самое, да. Ну, и на Московском Центральном Третьем Диаметре есть пересадка на Косино-3, который еще не построили. Дальше. И с МЦД-4 у нас идет на Нижегородскую. МЦД-4 тоже сейчас еще-еще не построили. Еще-еще, да, еще, к сожалению, еще это не построили. Хотя еще, даже очень бы еще хотелось, чтобы его уже побыстрее построили. Потому что правда интересно. Тут у нас уже пошли однопутные туннели. Потому что правда интересно все-таки, да, там выкладывали, типа, что и где и как будет. Но это интересно, как это будет выглядеть в реале. Потому что МЦД-4, он идет туда с Щелковской, если так подумать. Он идет, типа, как в Очаково или куда-то туда. В общем, он должен будет идти в Шереметьево. В общем, как-то так. Также планируют переименовать Калининскую линию. И ее продлят через центр Москвы от станции... Ой-ой-ой-ой-ой. Не успею затормозить, да? Так, стоп-кран давайте включим. А не, успеем. Или нет? Все, успели. Значит, и также шестнадцатая линия, это новая линия. Она будет... Она, типа, должна быть турбо-темно-зеленой. Либо же... Не знаю, какая. Это будет, наверное, тоже одна из самых длинных линий. И она будет называться... Она будет называться Троицкая-Рублево-Архангельская линия. Да, так. Ну, еще можно добавить Бирюлевская. Улица Дмитриевского. Отправляемся. Этот видос уже будет покороче. Потому что тут мы едем побыстрее. И как-то... Не знаю, даже. Почему-то получилось чуть побыстрее в этот раз. Ну, также про... Могу рассказать вам про московский монорельс. Это раритетный транспорт достаточно. Вполне очень интересно. Я не думаю, что вам будет очень интересно про него послушать. Там есть одно депо. Так, тормозим. Значит, он идет от станции метро ВДНХ плюс-минус через Останкинскую телебашню и идет до Тимирязевской, если не ошибаюсь. Состав станции там такой. Значит, Тимирязевская, улица Милашенкова, так, 70. Телецентр, улица Академика Королева, выставочный центр, улица Сергея Эйзенштейна. И вот так вот, значит. Монорельс это такой... Это такой транспорт, который... Это то же самое практически метро, только оно большую часть надземное. Чтоб не занимать особого места. Значит, в принципе, этот проект начал разрабатываться в 90-е годы. После распада СССР. Это было где-то примерно 17 июня 1998 года. Ну, это не когда распад СССР был, а когда его устроили, фактически. Ну, и этим занялся Московский институт техники. Поскольку это было связано с магнитами, и поэтому институт техники, Московский институт техники, передал это институту теплотехники. Потому что магнит это, ну, если так подумать, то это вполне по физике. Допустим, это что-то наподобие тепла. Нам еще потом надо будет заехать, выключить состав. Так, тут стрелка. И вот как раз-таки идет вон туда, сбоку соединительная ветвь депо. Там вот. Значит. На территории института даже была... На территории этого института даже была специальная тестовая модель рельса на территории института. Конечно, не совсем много они построили. Да, и, в принципе, его хотят скоро закрыть, потому что его слишком дорого использовать. Да и тем более, это очень удобный транспорт, потому что там... Что? Там эти составы ездят с интервалом около 30 минут. То есть вполне так себе. Да и тем более, для прохода там нужны отдельные билеты на монорельс. В принципе, не очень удобно. Почему бы не сделать бы тройку обычную. Ну, а начали подвижной состав туда запускать в 2000-х годах. И там ходили составы ЭПС. П-30. Их производили в Швейцарии, а потом это перешло производство в Россию. Вот как-то так. Значит, максимально... Так, стоп. Это у нас конечная некрасовка. Ну, характеристики у него... Может, там внутри три сидячих места напротив... Друг напротив друга. Туда может вместиться шесть человек. Ну, и за исключением есть одно служебное место. На один вагон две двери слева и справа. Вагон весит шесть тонн. В общем... И всего может вместить в себя 290 человек. Конструктивная скорость у него шестьдесят километров в час, но они по служебной скорости гоняют всего лишь сорок километров в час. Обслуживает это все чудо-юдо депо Ростокино. Вот как-то так. Давайте сейчас обведем послерейсовый осмотр. Значит, тут у нас будки-дежурные по станции нету? Нету. Значит, такой поезд. Тип Е. Он очень красивенький такой. Миленький. Ой. Если хотите, я могу выпустить много таких информационных роликов, вот как наподобие вот этот ролик сейчас вышел. Вот. Мы, в общем, в трехвагонной модернизации. Так. Тут вроде все пусто. Пошли обратно в кабину и там мы уже будем оборачиваться. Мотор-компрессор у нас работает. Мотор-компрессор у нас работает тогда, когда у нас тормозная магистраль, то есть черная стрелка опускается менее семи атмосфер. То есть, так сказать, такой предохранитель. давайте вовремя прямо передо мной стрелка перевелась. Я там, надеюсь, не сошел никак. Давайте посмотрим с красивого кадра, как мы будем сюда заезжать. А тут у нас что со стрелками? Тут у нас сейчас... блин, я не успела посмотреть. Но, скорее всего, по-моему, на дальний путь да есть напряжение. гремит тут, конечно, все предостаточно громко. Так, и давайте, наверное, пневмотормозами тормозить, потому что тут так особо не разыграешься с реостатными. Значит, магистраль мы полностью сдуваем. Значит, ревер в нейтральное положение, краны закрываем, переводим кран в четвертое положение. Отключаем выключатель управления, значит, высовываем реверсивную рукоятку. Так, краны у нас закрыты. Значит, отключаем мотор-компрессор и отключаем ВУД, включатель управления дверей. Значит, затормаживаем наш вагон. Далее, мы отключаем выключатель батарей и главный вспомогательный автомат. Выключаем освещение кабины, аварийное освещение оставляем. Значит, дальше во всех кабинах мы выключаем вот это вот все. Это я так, чисто. Может, мы тут на отстой типа идем. Значит, отключаем тут вот все. Вот такой у нас сегодня состав был. Метровагон типа Е. если вы хотите, чтобы я еще раз прокатился, ну, если вам понравится, в общем, если вы хотите, чтобы я еще раз на нем прокатился, вполне замечательный состав, то вы должны набрать более 20 просмотров. лайков. ребят, хочу попросить вас лайков. Если мы наберем на серии, на этой серии лайков, ну, минимум 4, то я, может быть, для вас выпущу какой-нибудь эксклюзивный контент. Либо же по этой игре, либо не по этой. В общем, с вами был Янчик Ян. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok